МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре почти все многоквартирные дома обеспечены теплом. На адресах, где возникли трудности, специалисты проводят работы по устранению повреждений. Эту тему глава города Елена Лапушкина обсудила с главами районов и ведомств на еженедельном совещании в администрации. Заканчивается вскрытие проезжей части, началось переустройство инженерных коммуникаций. В Самаре продолжается подготовка к строительству новой станции метро Театральная. Посмотреть футбол и найти друзей на самарском стадионе прошла выставка бездомных животных. Некоторые питомцы обрели новый дом. Фактически стопроцентная готовность. В Самаре из 10195 многоквартирных домов 10192 уже подключены к теплоснабжению. На адресах, по которым с подачей тепла возникли временные трудности, специалисты проводят работы по устранению повреждений. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Каким вопросом уделили особое внимание, узнала Ольга Павлова. В этом году отопительный сезон в Самаре стартовал чуть раньше обычного. В первую очередь теплом обеспечили объекты социальной сферы, а также здания с круглосуточным пребыванием людей. Больницы, дома ребенка, специализированные детские сады и интернаты. На сегодняшний день из 10195 многоквартирных домов 10192 уже подключены к теплу. Пять домов промышленного района, которые в силу технических причин оставались без горячих батарей, обеспечили теплоснабжением вчера. И 168-й включили 6-я просека, включили заводское 59 в данной ситуации. Эти дома включили у нас. Поэтому вчера все пять домов по адресам, которые были, их включили. По трем оставшимся адресам сейчас идут восстановительные работы. К примеру, у дома по Чернореченской 8, который пострадал при пожаре, сейчас проводят вынос теплотрассы. Завершить работы планируют к вечеру сегодняшнего дня. Продолжают отрабатывать адресные обращения, которые поступают от жителей областного центра. С учетом фактически стопроцентной готовности города к отопительному сезону, их поступает сравнительно немного. На контроле ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств сейчас находится порядка 10 адресов. Задача стоит за сегодня те адреса, которые у нас 10 в работе, выполнить и в ночь на 18 взять оставшиеся и закончить с устранением повторных повреждений. Также на совещании в мэрии затронули вопрос участия Департамента экономического развития в конкурсе Счетной палаты России. Его целью стало определение лучших инициатив в государственных органах, а также органах местного самоуправления. В этом году конкурс проходит по пяти номинациям. Работу ведут совместно с Самарским университетом в рамках научно-исследовательской деятельности по корректировке и актуализации стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года. В настоящее время готовится сборник лучших практик и инициатив, который в дальнейшем будет опубликован Счетной палатой. Надо сначала провести совещание рабочее с приглашением разработчиков. Они бы пояснили по каждому направлению. И я уверен, что у всех появится интерес к этой работе, и тогда и обучение, и уже практическое приложение этого сделать. На конкурс было подано более 80 заявок от 64 команд. Выбрано всего 8 победителей. Городской округ Самары представлен в двух номинациях. Анализ проблем – создание цифровых профилей зданий и сооружений. И оценка влияния с мониторингом социальных настроений и оценок жителей столицы региона в сетевых сообществах. Вручение дипломов победителей планируется в торжественной обстановке на 20-м юбилейном форуме стратегов в Санкт-Петербурге, который пройдет с 31 октября по 2 ноября этого года. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События. Получить ответы на важные вопросы. В Самаре прошел единый консультационный день для семей мобилизованных. Родственники могли поговорить с главой города Еленой Лапушкиной, военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным, с представителями разных департаментов и министерств. Михаил Ермоленко узнал, какие вопросы интересуют жителей прежде всего. Оформление кредитных каникул, устройство детей в детские сады, ремонт. Это только часть вопросов, с которыми родственники мобилизованных обращаются в различные инстанции. Чтобы одновременно ответить на большинство обращений, в минувшие выходные в Самаре, как и во всем регионе, прошел единый консультационный день. На площадке Дома культуры «Заря» собрались представители разных министерств, департаментов, главы районов, специалисты крупнейших банков. Индивидуальную консультацию провела и глава города Елена Лапушкина. Понимая, что, конечно, у одного человека может быть большой спектр вопросов, вот было принято решение все-таки организовать такие конструкционные дни, куда мы приглашаем специалистов со многих учреждений. Эта работа, безусловно, будет продолжаться, и я буду выезжать в районы, и там буду устраивать личные приемы семей военнослужащих, если вдруг эти семьи на тот момент не получат ответы на волнующие их вопросы. Ну и, конечно, такие расширенные межведомственные приемы мы будем продолжать. Много вопросов звучало о социальных мерах поддержки. Сейчас в регионе мобилизованные жители могут рассчитывать на льготы, среди которых бесплатное обучение дошкольников в детских садах и бесплатное горячее питание в учебных учреждениях. Сейчас мы знаем, что бесплатное горячее питание получают школьники с 1 по 4 класс. В настоящее время принято решение, что это будут дети мобилизованных с 1 до 11 класса. Также принято решение, что все учреждения, кружки, секции, муниципальные и государственные, также будут посещать дети мобилизованных бесплатно. Помимо таких межведомственных встреч, консультировать и помогать продолжают и на уровне районов. За семьями мобилизованных закреплены кураторы, а главы районных администраций проводят личные приемы и индивидуальные консультации практически ежедневно. Есть элементарные случаи, когда приходят действительно жены, либо члены семей мобилизованных, и элементарных проблем, когда не хватает денег для того, чтобы собрать ребенка в школу, не хватает денег на покупку ноутбука. И до проблем, вот у нас недавно приходила женщина, мобилизованного брата-мобалит, не нуждаясь в медицинской помощи и в приобретении коляски. Все эти вопросы мы, конечно, тоже решаем оперативно. Такие консультации продолжатся и в будущем. Специалисты постараются решить все возникающие вопросы. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Из Красноглинского района Самары отправили крупную партию гуманитарной помощи жителям Донбасса. В грузовик добровольцы загрузили 20 тонн стирального порошка. Наша съемочная группа увидела, как это было. С раннего утра волонтеры и члены общественной нотариальной палаты Самарской области загружают в фуру десятки прочно упакованных мешков. В них стиральный порошок. И это тот самый случай, когда человеческое неравнодушие можно взвесить в тоннах. Общественная палата сегодня, как принято у россиян, на новоселье отправляет большое количество стирального порошка. Потому что мы знаем, что наши четыре новых региона Российской Федерации, конечно, должны провести генеральную уборку. И я думаю, что на освобожденных территориях этому будут очень признательны. Самое главное, что мы максимально прозрачно распределяем эту помощь. Сбор гуманитарной помощи инициировала общественная палата Самарской области. Продукцию предоставил крупный завод по производству бытовой химии. Ценный груз получат многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и одинокие пожилые люди. Также часть передадут в социальные учреждения республики. Наши получатели – это простые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для того, чтобы этот груз попал именно к ним, мы проделали очень большую работу, получили всю документацию от МЧС города Донецка. Надеюсь, что наш груз им поможет развиваться дальше, получать удовольствие от новой жизни. Гуманитарная помощь из Самары на Донбасс поступает регулярно. Регион изначально откликнулся одним из первых и поставляет продукты питания, одежду и медикаменты. Машине предстоит преодолеть более тысячи километров. Планируется, что к месту назначения груз доставят через два дня. Александра Гусева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Митрострои в активной фазе. В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Новосадовой заканчивается вскрытие проезжей части. Началось переустройство инженерных коммуникаций. В частности, уже идет разработка траншей. Демонтируют плафоны системы освещения и недействующие сети. В активном темпе продолжается вынос инженерных сетей. И на улице Галактионовской в районе прилегающих скверов. Обо всех нюансах производства работ и мерах, которые обеспечат их завершение в обозначенные сроки, в репортаже наших корреспондентов. Работают и днем, и ночью. Около ста человек трудятся над выносом сетей на улице Галактионовской, между Вилоновской и Красноармейской и в двух прилегающих скверах. На тех участках, где рядом нет жилых домов, работают круглосуточно. Здесь идет вынос переустройства всех коммуникаций, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электрических кабельных линий и других сетей. В результате передислокации обновленные коммуникации не будут мешать непосредственно строительству метро там, где в будущем будет станционный комплекс. При этом минимизации неудобств для жителей уделяется повышенное внимание. Жилые дома, Самарский академический театр оперы и балета и другие здания продолжают получать бытовые услуги и коммунальные ресурсы. Все системы функционируют. Разные сети имеют разные даты завершения работы. Мы к ним стремимся в ежедневном режиме. Проходят производственные совещания, на которых снимаем напряжение, решаем проблемы. Подрядчики настроены на то, чтобы выполнить срок. Если на что-то конкретно обратить внимание, то это строительство напорного водопровода. Сложность осуществляется в том, что единовременно нужно будет обеспечить 12 врезок одновременно в сутки. Вот в этом будет сложность. Это у нас планируется на работы завершающего этапа. С выносом всех сетей на площадках строительства в районе улицы Галактионовской и в ближайших скверах специалисты намерены справиться до конца текущего года. При производстве работ зеленые насаждения сохраняют. Пересажено порядка 40 молодых деревьев. На пересечении Новосадовой, Самарской и Полевой в первую очередь также предусмотрены работы по выносу коммуникаций. Это необходимо для дальнейшего переустройства кабелей связи ливневой канализации водовода. В частности, для выноса водовода на объект завезли пластиковые трубы. Они, как и все сети, проходящие под автодорогой, будут защищены футляром. Трубу проложат в металлическую гильзу. А пока здесь завершается демонтаж существующего покрытия проезжей части. Идет разработка траншеи, демонтаж плафонов, система освещения и недействующих сетей. Текущую ситуацию по строительству обсудили с участием министра строительства Самарской области Николая Плаксина. На совещании, которое прошло в мэрии, его провел первый заместитель главы города Владимир Василенко. Они синхронизированы закрыли как раз на эти полтора месяца или 39 дней для того, чтобы все работы провести в эти сроки и потом дальше второй этап будет. Именно подготовка для того, чтобы делается по опусканию счета. После перекладки сетей в районе перекрестка Полевой и Новосадовой предусмотрена стыковка тоннелей, действующего и нового. В связи с этим сейчас движение организовано в объезд участка. В том числе зону метростроя объезжает общественный транспорт, автобусы восьми маршрутов. Для этого установлены временные дорожные знаки, скорректирована работа светофоров. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в будущем ввод в эксплуатацию новой станции метро значительно улучшит организацию транспортного сообщения между отдаленными районами и историческим центром города. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. С заботой и вниманием к качеству воздуха. Депутаты городской думы, члены общественного молодежного парламента, ученики и их родители высадили новые деревья и кустарники. Территорию 26-й Самарской школы украсили туи, акации и гортензии. Как преобразилась территория в нашем сюжете. Каждому по лопате и саженцу. В составе экологического десанта депутаты городской думы и члены молодежного парламента. В помощниках родители и ученики школы номер 26. Сегодня территория образовательного учреждения стала еще красивее. Тут появились новые зеленые насаждения, которые предоставил местный садовый центр. Наше образовательное учреждение новое при строительстве школы пострадало, конечно же, насаждение, которые здесь были размещены. Мы стараемся восстановить этот древесный покров и все-таки благоустроить нашу большую территорию. Работы немало. В очереди на новоселье 18 саженцев туи, 5 акаций и 10 гортензий. Растения выбраны не случайно. Специалисты ориентировались на ландшафтный дизайн. Родители совместно с детьми, учителями принимают в этой акции участие непосредственное, чтобы потом все вместе ухаживать за этими туями, ну и смотреть, контролировать, как они растут. Подобные акции направлены не только на благоустройство территорий, но и способствуют развитию бережного отношения к природе у молодежи. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Самарские правоохранители провели профилактическое мероприятие на улице Дальневосточной. Сотрудники отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, а также участковые и представители Центра противодействия экстремизму при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» проверили торговую базу. Выявили иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, а также иностранцев, которые осуществляли трудовую деятельность с нарушением административного законодательства. Всего зарегистрировали 32 нарушения. Сейчас все иностранные граждане будут проверены по учетам по нашим МВД, и в случае выявления, соответственно, будут зафиксированы факты административного правонарушения. Если у них есть нарушения режима пребывания, будут выдавлены с территории Российской Федерации. У кого в порядке, но отсутствует патент на трудовую деятельность, соответственно, будут привлечены за нарушение трудовой деятельности. Правительство планирует изменить условия получения туристического кэшбэка. Для назначения компенсации за поездки хотят применять критерии нуждаемости, которые сейчас используют для выплат семьям с детьми. Они учитывают денежные доходы, имущество, наличие автомобилей и вкладов. О таких планах сообщил источник, близкий к правительству, и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения. В конце сентября глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Минфин урезал финансирование программы туристического кэшбэка на ближайшие два года. Но Ростуризма вернется к вопросу выделения средств в следующем году. Спорт для самых ловких и внимательных в селе Кротовка в универсальном спортивно-гостиничном комплексе имени Василия Сапрунова состоялось всероссийское соревнование по самбо среди мужчин. Подробности в нашем следующем сюжете. Спорт для людей с волевым характером. В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по самбо среди мужчин в памяти участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Сапрунова. Это соревнование у нас третье. Мы первые пробные сделали. И самое интересное, что всем очень понравилось. И начали заявки делать. И сказали, что здесь все соответствует. Зал, гостиница, тренировки. Ну и с президентом Федерации борьбы самбо проговорили сделать его на постоянной основе. С каждым годом приезжает все больше новых участников. В этот раз на соревнования по боевому и спортивному самбо прибыли спортсмены из 20 с лишним регионов России. Соревнования стали проводиться ежегодно. До этого они в различных форматах проводились. А сейчас проводятся как всероссийские соревнования с правом присвоения звания мастера спорта России победителя этих соревнований, чемпиона этих соревнований. В этот раз 10 спортсменов получили звание мастера спорта. Два по боевому и восемь по спортивному самбо. Александр Гусева, Николай Епифанов. События. Надежная игра в обороне и хорошая реализация голевых моментов. Самарские крылья Советов в 13-м туре РПЛ уверенно разобрались с Сочи Александра Тачилина. Волжане решили исход поединка еще в первом тайме усилиями Александра Черковича и Сергея Пеняева. О главных событиях матча расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Первая домашняя победа в чемпионате России. Крылья Советов Игоря Осенькина, кажется, нашли свою игру. В 13-м туре волжане одержали верх над серебряным призером первенства прошлого сезона. Сочи приехал в Самару в статусе фаворита, но хозяева сразу дали понять сопернику, что этот поединок не будет легкой прогулкой. Уже на 24-й минуте первого тайма Максим Глушенков отдал ювелирную передачу на Александра Черковича. Серп ворвался в штрафную и уверенно отправил мяч в левый нижний угол ворот Сослана Джанаева. У голкипера Южан не было шансов спасти команду. На этом крылья Советов не остановились. Дружина Игоря Осенькина устроила настоящую осаду у штрафной площади гостей. Одна из атак снова принесла результат. Сергей Пеняев отнял мяч у сочинцев на своей половине поля, совершил рывок по флангу и нанес дальний удар в створ. Джанаеву пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз. После перерыва наставник Сочи пытался спасти игру. В начале второго тайма Александр Тачилин провел тройную замену, но результата это не принесло. Крылья Советов сели в автобус и грамотно оборонялись до финального свистка. Как итог, уверенная победа Волжан со счетом 2-0. После игры главный тренер Сочи отметил, что его команда слабо показала себя в атаке. Не спасли Южаной перестановки в линии нападения. Хотелось бы именно сделать изменения впереди, чтобы все-таки была более агрессивная игра. Но, к сожалению, может быть чуть получше было, чем в первом тайме, но особо это нам результата не принесло. Благодаря домашней победе над Южанами Крылья Советов поправили свое положение в чемпионате и поднялись на 10-е место в турнирной таблице, обогнав Нижний Новгород, Урал, Локомотив и Факел. Было много неплохих и выездных матчей, где мы не добрали своих очков. Но вот сейчас мы выиграли, набрали важные очки, выиграли хорошие, хорошо организованные команды. И эти очки нам очень нужны. Капитан и защитник Крыльев Александр Солдатенков заявил, что у команды достаточно сил и мотивации, чтобы навязать серьезную борьбу соперникам в предстоящих матчах. У нас есть ребята, которые тоже могут выйти с Питером, помочь нам. Будем надеяться, что все сложится отлично. В следующем матче Крылья Советов встретятся с питерским «Зенитом». На выезде эта игра пройдет в рамках четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Поединок состоится 20 октября, а стартовый свисток прозвучит в 21.30. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В фан-зоне стадиона Самара-Арена прошла выставка бездомных животных. Болельщики перед матчем с удовольствием гладили котов и кошек. При желании их можно было забрать домой. Кто нашел себе новый дом, расскажет Светлана Тимофеева. Будешь у нас жить, моя хорошая, будешь? Галина Веселова вместе с дочерью с воскресного матча Крыльев Советов ушли с новым членом семьи. С большим черным котом по кличке Гарри. Если тебе нравится, это удовольствие заставляет. Ты все сумеешь совмещать. Я совмещаю пенсию внуков, своих детей, кошек. Даже пытаюсь работать. Мне вот этот нравится черненький. Очень нравится. Перед матчем в фан-зоне на этот раз можно было не только взять автограф у игроков, но и домашнего питомца. Ветеринарный центр «Флагманвет» при поддержке футбольного клуба организовал выставку бездомных животных. Котов и кошек отдают новым хозяевам не просто так. Чтобы забрать питомца, необходимо предъявить паспорт и подписать договор, в котором обговариваются условия содержания. Раз в месяц специалисты ветеринарного центра будут справляться о его самочувствии. Если будет необходима помощь, обязательно ее окажут. Здесь буквально рядом находится фан-зона, где люди могут подойти и взять автограф у футболистов. И, соответственно, они все были заинтересованы, что же здесь животные. Многие спрашивали их историю, обменивались контактами. Поэтому я надеюсь, что кто-нибудь обязательно к нам закинул вперед. На стадион «Солидарность» Самара-Арена привезли 11 котов и кошек. Ровно по числу игроков. Рыжие, черные, полосатые. Болельщики с удовольствием гладили животных и делали фото на память. Защитник крыльев Юрий Горшков был бы рад забрать кого-нибудь из усатых, но пока не позволяют обстоятельства. Я считаю, это классная идея. Я очень люблю животных, кошечек и собачек. И сам бы себе взял, если бы мне хозяин квартиры разрешил бы. Я недавно хотел собачку, к сожалению, не разрешил бы. Сотрудники ветеринарного центра и футболисты крыльев-советов дружат уже больше года. Игроки не только приходили и гуляли с животными, они помогли многим бездомным кошкам и собакам обрести семью. В знак дружбы центру в перерыве между таймами вручили сертификат на приобретение кормов. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня, 14 октября, на своих информационных площадках. Как изменилась работа общественного транспорта после открытия путепровода в районе пересечения улиц Новосадовой и Советской Армии, рассказывает телеграм-канал Департамента транспорта Самары. По направлению из города общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с улицы Новосадовой на дублер перед пересечением с улицей Советской Армии. А по направлению в город автобусы маршрутов 21М, 50 и 261 проследуют по новому путепроводу. Например, автобусы маршрута номер 21М доедут до улицы Потапова, где будут разворачиваться, и ехать в обратном направлении по дублеру улицы Новосадовой, а далее направо, на улицу Советской Армии, по своему маршруту. Движение автобусов номер 61 организовано по временной схеме. На пересечении улиц Новосадовой и Солнечной перед пешеходным переходом предусмотрена временная остановка общественного транспорта. На пересечении улиц Новосадовой и Советской Армии автобусной остановки не будет. При этом ближайшая остановка организуется у гостиницы «Ренессанс». Администрация Кировского района информирует, что вместе с жителями и представителями ТОС подготовили три новые заявки на участие в губернаторском проекте «Содействие». Это «Чистая улица», восстановление проезда по 8-й линии Барбошиной поляны, «Дорога к дому», восстановление проезда по 12-й линии Барбошиной поляны и «Детская радость». Второй этап – устройство детской площадки по улице Аэрофлотской, 74-76. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары поздравляет в своем телеграм-канале участника Великой Отечественной войны Петра Яковлевича Алексеева, который отметил 95-летний юбилей. В 1944 году Петр Яковлевич был призван в ряды Советской армии. Сначала был рядовым солдатом, потом, окончив командное училище связи, в звании лейтенанта, служил в Гвардейской 8-й армии. После окончания войны еще пять лет выполнял боевую задачу по охране боеприпасов с химическим оружием в Саратовской области. Награжден медалями за победу над Германией, за безупречную службу 1-й, 2-й и 3-й степени, медалью «Ветеран Вооруженных сил», юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Петр Яковлевич Алексеев написал и издал пять книг. Скажи свое мнение. Ежедневно мы проводим опрос в своем телеграм-канале на самые интересные и актуальные темы. Например, сегодня выясняем, ходили ли наши подписчики в эти выходные за грибами. Более половины ответили, что не ходили. Почти четверти написали «да» неоднократно. 13% еще только собираются открыть грибной сезон в следующие выходные. 5% думают, стоит ли идти. Вы также можете оставить свой комментарий или проголосовать в телеграм-канале «Самара ГИС». На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС» на наших страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин